Вот уже 15 лет ежегодно в дни Светлой Пасхи чудотворная жадовская икона Казанской Божьей Матери путешествует по Ульяновской области. За два месяца она успевает побывать в 120 приходах Симбирской митрополии. Протяженность ее маршрута достигает 3500 километров. В этом году ульяновцы встречали икону Пресвятой Богородицы 1 июня на Соборной площади. Издавна образ Пресвятой Богородицы из села Жадовки почитался в Симбирской губернии как исцеляющий многие болезни, помогающий при всевозможных стихийных бедствиях, пожарах, неурожая. Традиция проводить крестный ход иконы Казанской Божьей Матери по приходам Симбирской епархии сохранялась до 1924 года. Потом настало безбожное время. Традиция была возобновлена спустя 80 лет. В 2003 году по всем регионам Поволжья с крестным ходом прошла икона Серафима Саровского. Я подошел к почистшему владыке Проко с просьбой благословить, пройти с этой иконы наш город. Это был мой первый год. Владыка благословил провести крестный ход. Ну как бы с обидой сказал, Владимир, вот ты подошел ко мне с просьбой провести крестный ход с Серафимом Саровским. А у нас же есть своя святыня, главная святыня Симбирской епархии – это икона Казанской Жадовской Божьей Матери. После этого Владимир Коннов целый год работал в областном госархиве, где нашел церемониал древнего крестного хода с Жадовской иконой Казанской Божьей Матери за 1848 год. В соответствии с ним он написал приближенный к современности церемониал. С 2004 года, с благословением владыки Проко, Владимир Коннов смог возобновить крестный ход с иконой, которую с давних времен почитают в Симбирской губернии. Икона Пресвятой Богородицы каждый год обходит все приходы трех епархий – Индинской, Барышской, Меликесской и Симбирской Новоспасской. Все приходы прихожане встречают эту икону с большой радостью, потому что Матерь Божья своею заботою, своим дружеским участием, своим покровительством окормляет наших жителей, возбуждает в них духовные чувства, возбуждает в них веру, благочестие, ревность о Господе. И отходит от нашей жизни все дурное, все плохое, все упадническое. И приходит надежда, приходит радость, приходит усилие и желание что-то делать к улучшению нашей жизни здесь. Во встречу чудотворной иконы приняли участие митрополит Симбирский Новоспаский Анастасий, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава города Ульяновска Сергей Панчин, духовенство и миряне Симбирской епархии, представители казачества, общественности, православная молодежь. По молиться пришли около двух тысяч человек. По традиции верующие крестным ходом проследовали в Спасовознесенский кафедральный собор, где была совершена божественная литургия архиерейским чином. По завершении богослужения митрополит Анастасий поблагодарил священнослужителей и мирян за радость совместной молитвы в день прибытия в кафедральный град самой почитаемой на Симбирской земле иконы. Сегодня Царица Небесная невидима, но в видимом образе Казанской иконы Божьей Матери прошла по старинным городам, улицам нашего города и тем самым благословила всех жителей, верующих и неверующих, всех тех, кто любит Бога и кто изгоняет Бога из своей жизни. Всех она, Небесная Мать и Царица и Заступница, любит и молит Господа о том, чтобы все мы обратились к Господу, чтобы воскресший Господь даровал нам всем жизнь вечную, чтобы мы поняли, в чем смысл нашего земного бытия. Казанская Жадовская икона Пресвятой Богородицы будет пребывать в Спасовознесенском соборе до 3 июня включительно. После Божественной Литургии в День памяти симбирских святых икона будет перенесена в Воскресенско-Германовский собор. Выставляться для молитвенного поклонения в храмах Ульяновска Жадовский образ Пресвятой Богородицы будет до конца июня. 22 июня она вновь вернется в Спасовознесенский собор. И 24 июня икона отправится в Чердоклинский район и продолжит следование по городам и районам Симбирской митрополии. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.